Братья и сестры, давайте мы откроем книгу в Таразыконе. Мы начнем смотреть на вещи, которые говорит Писание, которые предоставляют нам опасность. И мы должны эти опасности видеть, и мы должны эти опасности миновать. Мы должны быть осторожны с этим, поэтому, что если в Писании есть слово «берегись», значит, Бог говорит правду, значит, существует в этом какая-то реальная опасность, значит, существует опасность погибели. Восьмая глава книги в Таразыконе. Тексты, которые мы читаем, мы очень часто их читаем, но мы не читаем их просто, чтобы читать. Мы читаем их для того, чтобы смотреть, я так делаю в своей жизни или нет, что он мне мешает так поступать и делать, как говорит Писание. 8.11 в Таразыконе. «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего». Когда это возможно? Это возможно тогда, когда в этом же тексте, в этой же главе Бог говорит, когда ты в эту землю придешь, ничего не строил, ничего не садил, ни на чем не работал, все получил, все получил. «Берегись». Чего берешься? «Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего». Оказывается, друзья, вот эти вещи материальные или наслаждения материальные, присыщение нашей жизни материальной, оно может способствовать тому, что у нас развивается склероз, что мы начинаем забывать того, от кого это все. И мы попадаем на скользкую дорожку обольщения, когда тебе вдруг начинает казаться, что это ты, что это ты такой просто, знаешь, талантливый, что ты вот такой раскрученный, что ты вот такой стоящий плотно, твердо на ногах, имеющий там на аккаунте или еще где-нибудь, что это ты, эта скользкая дорога обольщения, на которую поставил уже тебе идеал. «Берегись, чтобы ты не забыл Бога твоего». Смотрите, в 16-м тексте этой главы, 11-й главы, когда мы перевернем две страницы, 11-й главы книги Второзакония, 16-й текст, «Берегитесь, чтобы не обольстило сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить Богам и не поклонялись им». Оказывается, друзья, есть прямая взаимосвязь между материальным благополучием и отступлением от Бога. Есть прямая взаимосвязь. В чем опасность здесь закрыта? Почему Писание говорит «берегитесь»? Чего нужно бояться, собственно? Когда ты начинаешь присваивать себе то, что не твое. Как это происходит? Это происходит, посмотрите, вот в 8-й главе 2-й стих мы читаем, что «Помни путь, которым вел тебя Господь, Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди его или нет». Бог хотел показать своему народу, что весь путь, которым они прошли, на этом пути центральной личностью, фигурой, действующим лицом был Бог, который был среди своего народа, всегда и везде, в столпе облачном, в столпе огненном, в манне небесной, в птицах, в воде и везде был Бог. И Он хотел, чтобы люди это видели, чтобы люди это понимали, что это все Он, но никак не человек. Братья и сестры, когда мы в 11-ю главу снова вернемся, в книге второзакония, в 12-м тексте, 11-й главе сказано, что земля, о которой Господь Бог твой, печется отче Бога твоего, а не там. Земля, о которой Бог печется. Земля, силу которой родить дает Бог. Земля, которая благословляема Богом. Знаете, когда приходит гордость к человеку, происходит помутнение разума внутри. Когда он начинает плохо видеть, когда он начинает не ориентироваться в ситуации. Почему? Потому что он начинает что-то думать о себе. Он где-то хотя бы на полсантиметра, но выше обязательно стоит всего и всех. Его мнения самые лучшие. И с ним должны все считаться. Когда приходит гордость к человеку, приходит помутнение разума. А когда приходит помутнение разума, человек перестает правильно видеть. И когда ему обращают на это внимание, он, естественно, сделает всех больными вокруг, но только не он, не так ли? Откройте 106-й псалом, пожалуйста. Откройте 106-й псалом. Удивительный псалом здесь. Посмотрите, что здесь происходит в этом псалме. Славьте Господа, ибо он благ, ибо вовек милость его. Когда вы придете домой, проследите этот 106-й псалом. Знаете, друзья, в этом псалме 15 раз, 15 раз, сказано о том, что все, что народ израильский имел, все, что они получали, это был он. Это он превращал бурю в тишину. Это он успокаивал их врагов. Это он спасал их. Это он, он, он и он делал. А они думали, что это не своей силой. В моей твоей жизни, друзья, это тоже делает Бог, но не мы. И как только мы начинаем приписывать что-то себе, мы уже перестали правильно видеть. Мы уже стали на путь обольщения. Кто-то нас обманул, кто-то нас научил так, что на Бога надейся, а сам не плашай. Бог Богом, все нормально. Но еще твое здоровье, сила, твои способности, умения, твои связи и так далее, и так далее. Не так думает Бог. Знаете, каков рецепт? Каков рецепт? Рецепт, друзья, очень простой. Нищета Духа нашего, она позволяет нам чувствовать нашу полную зависимость от Бога. Когда мы понимаем, что мы из себя ничего не представляем, мы ничего не стоим без Бога. Мы просто вот этот пар, являющийся на малое время, вот эта травка, по-украински сказать, это булька на воде. Лопнуло, и все. Вот это мы. Это я, человек. Это песчинка. Такая маленькая во вселенной песчинка, незаметная абсолютно, но за которую пришел умирать Христос. Это нужно видеть, это нужно замечать. Аплодисменты, Продолжение следует...